всем привет для более эпичного начала подкаста я хотел заехать на гироскутере но к сожалению на зарядке 17 сентября 2017 года внеочередной подкаст в котором пойдет речь о ангри бэд о фулл под лицах которые с этим связаны в связи с тем что начали появляться сообщения про ангри у людей много вопросов много вопросов я получил в личные сообщения думаю этот подкаст будет полезен не только тем у кого появились какие то вопросы кто еще например не успел их задать но и для тех кто никогда не слышал про фулл под но при этом играет в китайский покер играет прогрессив и сейчас я постараюсь вам все рассказать начну нам наверно с скажем так с технической составляющей ангри бэд это не отдельный как бы не отдельная сеть это как и фулл под скин то есть у фулл под а и он привет а один тот же клуб игроков то есть они входят в одну и ту же сеть на ней между собой очень похоже практически ничем не отличаются все то же самое все один в один есть несколько различий есть различия в рейхбеке то есть я например видел что большевик например писал про кэшбэк в зависимости от статуса я не знаю через кого он зареган почему у него кэшбэк зависит от статуса например на моей партнерке рейхбек от левела который вы наигрываете никак не влияет то есть если на фулл поте это была прямая зависимость чем выше левел тем выше рейхбек там вплоть по моему до сорока что ли процентов там все эти платины даймонд они на самом деле очень сложно наигрывались к ним очень долгий путь а в связи с тем что в то время еще аккаунты менялись очень часто из-за аффилейтов которые то отказывались работать то просили на ваки зарегать я платину по моему только на одном аккаунте наиграл из трех но не в этом суть сейчас я расскажу немного вот по этому пункту ну я вообще отвечу на вопросы большевика немного по порядку не вопрос а его его замечание а потом когда мы идем до этого вопроса я расскажу немножко подробнее прогрессив пока интересно да прогрессив это действительно интересно это такое свежее дыхание в китайском покере его то он более деспрессионный его играть более скажем так весело и поиграть его по сути негде то есть это покер монстр это тони бет бет ну и это вот энгри бет он же фулпот я буду наверное везде называть ну по-разному где энгри бет где фулпот здесь вместят ситуации где там действительно энгри бет я буду говорить энгри бет где чисто фулпот я буду говорить фулпот где не имеет значения энгри бет или фулпот а просто как сама сеть я скорее всего буду говорить фулпот и вот и там появился прогрессив причем довольно таки недавно если мне не изменяет память в июле месяце и это добавило туда новых игроков новых скорее всего опять же в кавычках сейчас объясню почему вот большевики пишут слабое поле но иногда попадаются и сильные регуляры лично мое мнение поле там никак не поменялось то есть оно как было слабое с сильными регулярами так и осталось там все те же самые игроки я вряд ли думаю что там появляется много новых это вряд ли поэтому игроки все те же самые то что там слабое поле иногда сильные реги это не дослуга энгри бета это все одна и та же сеть там все одни и те же то есть я даже сейчас играя по 10 по 20к все одни и те же лица некоторые даже есть такие кто на фуллпоте ты с ними играл там три года назад они до сих пор сидят до сих пор играют эти же самые дмитры про кэшбэк в зависимости от статуса я сказал на энгри бете ну конкретно на моей партнерке это не так там там кэшбэк напрямую зависит от того сколько ты выигрываешь и сколько ты кэш аутишь чем больше ты выигрываешь и чем больше ты кэш аутишь тем меньше твой РБ но есть минимальный предел это 10 процентов то есть 10 процентов рейкбэка будет всегда и 100 процентов меняться может каждый месяц то есть у меня были месяца когда рейкбэк был 60 процентов но в основном это 10 15 20 добавлен функционал по комбинациям при раскладке фантазий да у них наконец-то появились кнопочки причем это это не похоже на обычную сортировку то есть если вы кроме например покер дома или тони бета нигде никогда не играли вам объяснить будет сложновато этот функционал очень сильно похож на функционал покер монстра старая сортировка осталась это по масти там по парам трипсами все дева это все осталось и при этом добавились дополнительные кнопки как на покер монстре то есть вы сразу можете выделить например full house вы сразу можете выделить там стрит флэш вы можете выделять кнопкой отдельные флэши это на самом деле очень удобная штука она ускоряет раскладку фэнтези и я не побоюсь этого сравнения пять раз например на том же покер монстре фантазии раскладываются очень быстро там особенно когда у вас есть повтор вы этот повтор сразу видите он у вас как бы сразу подсвечивается это безусловно плюс именно что большевику это нравится ну и поросята как же без них да что не нравится поле слабое но игроков мало еще надо учитывать часовые пояса да причем это ну это все вот это все флпотовское то есть то есть когда там пик непонятно это скорее всего утром поздняя ночь ну если по московскому времени судить иногда вечер это не то чтобы проблема но это такое небольшое неудобство если вы хотите там регулярно катать вам нужно понять когда и кто во сколько играет собственно все вы это понимаете вы приходите примерно в это время в остальное время там мертвые с косами рейк 5 процентов с раздачи это много но пока игра стоит того ну собственно добавить здесь нечего это так репутация филейта возможные проблемы с выводом с другой стороны ну это он сказывает простую ситуацию что мог бы его кинуть очень легко но не кинул вроде бы как все хорошо чтобы поговорить про репутацию я расскажу вам свою историю вообще знакомства с знакомства с мэтью в частности и потом мы к этому вопросу вернемся потому что если я начну объяснять сейчас это будет непонятно все все началось с того что мне ну у меня было очень много фишек на флпоте очень много очень много и выводились они очень медленно как вы знаете я работал по флпоту сначала с липгриндерс потом с гелемаром и проблемы с выводом были такие что и у того и у другого афилейта еще стояли выводы которые ну ставились очень давно и они не были выведены то есть чтобы вы понимали я выводил там по одному то есть как бы один два три максимум миллиона в месяц миллион это конечно чипов вот и это очень медленно очень мало плюс там были все эти проценты то есть чипы выводились очень невыгодно комиссия была 20 последний я свой вывод делал по 30 процентов все это шло шло очень очень медленно и мне на почту приходили ну раз может быть в три месяца письма от и как бы на адрес аккаунта который был зареган через випгриндерс и на адрес аккаунта который был зареган через гилимара что так и так если у вас есть свободные фишки мы можем вам их вывести свяжитесь с нами в этом письме все дела я если честно этим письмам вообще никакого значения не придавал я думаю это ну какой то спам там всякое бывает то есть там мне на ящик столько сыпется что я эти письма просто игнули я реально думал что это спам и как-то раз мне гилимар написал еще вот до до вот этого сообщения которое у меня в блоге выкинул ну примерно в то же время но он мне написал где то наверное за может неделю за две до этого сообщения что так и так есть какой то мэтью как он монтарс монтарсом помню мортенсен да вот и что так и так он там нас кинул все дела он предлагает вывести с флопота фишки будь осторожен как бы дело твое но я тебя предупредил я сказал все я тебя услышал я все понял ну и прошло еще какое то время мне снова пришло письмо от angry bet что если у вас есть фишечки мы их выведем все дела на этот раз я уже обратил на это письмо внимание и думаю отвечу на сообщение по голове никто не ударит фишки я никому не перевожу отвечу посмотрю как бы как пойдет диалог что и как будет написал ответа не было довольно долго может быть дня 4-5 вообще тишина через 4 где-то дня приходит ответ так и так какая сумма сколько типа хотите напишите там в ответ на письмо я так подумал думаю ну в принципе я сейчас не буду писать всю сумму я как бы перестрахуюсь меня все таки предупредили что человек может обмануть вот я написал хочу вывести 1 миллион мне мне сообщение написали типа ладно не вопрос не вопрос для координации вот skype это skype мэтью был там мы типа скоординируемся вы перекинете фишки мы вам перекинем деньги я хорошо зашел skype мы договорились я говорю давайте сначала это ну я вам сейчас отправить не буду вы как будете готовы типа выплатить вы мне напишите я вам перекину фишки вы мне прикиньте деньги я написал ладно хорошо все дела через на следующий день он написал типа так и так давай свой скрилл кидай деньги вот сюда ну чипы кидай сюда мне приходят я отправляю ну ладно я просто думаю ну кинет на миллион фигня захожу перекидываю чипы мне через минут пять приходит скрилл я думаю ну здорово прикольно все спасибо спасибо он мне пожалуйста спасибо что обратились пока пока через два дня думаю может еще попробовать только побольше теперь в итоге я напишу давайте по три миллиона попробуем он такой хорошо не вопрос давай три я говорю ну все завтра спишемся договоримся если еще не списываемся он говорит типа это ну более серьезно это типа последние три миллиона или типа еще будут я я говорю типа не знаю говорю как пойдет давай сначала три сделаем а потом посмотрим может еще будет а может быть и последние он говорит ну не вопрос но надо подождать давай подождем неделю как там он сказал что то типа после двадцатых чисел что ли напишем мы с тобой посчитаемся я говорю ладно хорошо напишу написал также скоординировались я ему кинул чипы он мне сразу же прислал на скрил денежку все я говорю спасибо он говорит пожалуйста типа приятно иметь дело взаимно пока пока вот и все это он выводил с дисконтом насколько я помню двадцать процентов то есть у меня до этого все кэш ауты были двадцать и самый последний по моему был по тридцать процентов потому что уже совсем не выводились там я честно не знаю этих историй там через кого аффилейты фулпота там их пытаются выводить и как наверно просто продают игрокам и ну то есть подешевле продают и и так все выходит вот и мэтью говорит если тебе нужны типа если хочешь еще вывезти давай типа в следующем месяце это получится то есть ты можешь прямо сейчас мне заказать но я тебе их смогу вывести там в следующем месяце но есть типа еще другой вариант я говорю какой вариант он говорит я могу их тебе вывести без комиссии совсем но есть условия я говорю какие условия он вот так и так есть такой скин angry bad мы мы тебе сколько ты там хочешь вывести перекидываем то есть ты реагируешься на angry bad мы твои фулпотовские чипы перекидываем на angry ты отыгрываешь рейка на сумму на сумму своего перевода я тебе их сразу же вывожу без всякой комиссии я так прикинул думаю в принципе предложение плохое но есть одно но во первых я не знал какое количество экшена на фулпоте и я боялся просто потратить свое время то есть мы сейчас переведем я там какой-то рейк наиграю на этом все закончится я посидел покумекал думаю можно так доброволь залететь почему бы и нет но думаю уж залетать так это сразу с музыкой я пишу говорю Мэтю Мэтю так и так в принципе предложение неплохое но я хочу типа свою партнерку типа у меня есть несколько знакомых которые возможно тоже захотят поиграть у которых тоже есть фишки на фулпоте давай ты делаешь партнерку я их через себя зарегаю типа у тебя это вообще возможно он такой да типа вот у меня там кофе съесть и дела все тебе типа сделаем так и так типа сколько ты хочешь сам играть я говорю ну там пять миллионов давай перекинем он ну давай в итоге я сделал себе партнерочку по экшену оказалось ну опять же вот причина типа игроков мало часовые пояса да то есть было были моменты когда я там мог два стола играть и еще была рядом соседняя игра да в которой я просто физически не мог вписаться а было такое что я вот открывал стол там по десять например ну один по десять открывал там один по двадцать и и сидел например там полтора часа и за эти полтора часа заходил уважаемый человек играл со мной там четыре раздачи и уходил и все и снова тишина ну и в течение там не знаю наверное я довольно быстро отыграл рейк может быть за неделю может быть за полторы я полностью отыграл весь рейк и написал ну и думал так и так можешь зайти посмотреть статистику я весь рейк отыграл давайте по этому будем делать кэш аут не вопрос давай я поставил кэш аут там буквально через через три дня наверное он мне уже пришел вот ну и как то на этом все немного подутихло при этом на мэтью продолжали как бы знать извиняюсь включим сильно извиняюсь включим включить телефон на форуме на форуме появлялись вот такие сообщения вот но я предложил нескольким своим знакомым товарищам которые тоже бахают китайский зарягаться через меня у кого были фишки на фулпоте кто просто у меня получилось примерно 50 на 50 половина из тех кто согласились поиграть они за депозителю а половина другая они на таких же условиях перевели свои фишки с фулпота и отыгрывали рейк на энгри вот людей немного было прямо скажем ну и в итоге уже уже и после вот этого числа ну это разговор был где то наверно в в начале в начале июня может мне матью пишут типа у тебя мало игроков но при этом он уже сделал довольно хорошее количество кэш аутов очень хорошее то есть изначально когда он мне сделал партнерку на ней было 30 30 процентов рейкбека и буквально на следующий месяц я уже упёрся в минимальный лимит 10 процентов потому что все кэш аут все отыграли рейк все смогли за кэш аут несколько человек из тех кого я позвал были в минусе вот но при этом рейкбек упал до 10 процентов вот и мне матью пишут мол так и так у тебя мало игроков вы делаете мало рейка а время как бы такое что там высок все дела в принципе игры мало ну и люди стали играть поменьше то есть они свой рейк отыграли и как бы и стали играть поменьше но игры было в минусе ну совсем мало по сравнению там с тем же мая в июне ее почти не было я ему говорю мальчик так и так ну во первых типа сам понимаешь лето мало кто играет во вторых говорю есть одна очень большая причина почему нет игроков типа у тебя плохая репутация то есть там типа я не понял я говорю ну в русском комьюнити в русскоговорящем комьюнити у тебя там плохая репутация то есть там про тебя говорят что я там кинул людей там суммы довольно таки приличные все дела на что он мне матью говорит типа да Типа я имел там плохие отношения С одной группой лиц Но все дело в том что типа Среди их игроков Были люди которые использовали Баг в руме И За счет этого они там Очень много накопили И очень много выводили Вот и что Они типа Все отношения порвали И тут же он мне написал Если вы там используете Какие то Нечестные Способы Если вы там какие то регистрации Левые используете Ну не важно что Что то нечестное Типа у нас с вами никаких дел Не может быть Мы сразу прекращаем любое стрелочное Конечно Так и есть Вот Ну и все В чем суть Обвинений В том что Типа На партнерках Которым имел отношение Мытью Просто Золочили все средства Потому что они там Ну Как бы Со стороны обвинения Типа это Так и так Просто залочили Всех кинули Все плохо Со стороны Мытью Это Версия такая Что они Читеры И Деньги им как бы Не положены Вот Я в это во все Вникать не хочу Мне это На самом деле Не очень интересно И На тот момент Когда вот Ну Вся вот эта Драма шла Как бы Я уже Проработал С мытью Ну Довольно Довольно Небольшой Но Продуктивный То есть По Что касалось Кэш аутов Все было Очень четко Очень хорошо То есть У меня никаких претензий нет Вот Потом Почему то Все Ну как бы Когда я Очень Многим игрокам Предлагал Зарягаться на Грибете Все вспоминали Вот это Сообщение Вот это Сообщение Но почему то Все Забыли Вот Про Это сообщение Суть поста В том Что То есть Я перескажу Вкратце Была обнаружена Сеть ботов Причем Так Жестко Что Была Вся Их Переписка И Из этой Переписки Следует То Что Эти боты Были От Ну от того же Лонги У которого там Ну довольно крупная сумма Да Что он говорит Что типа его кинули Что он там Сам из своего кармана Возмещал Все дела Вот И эти боты Были как бы От него Заряганы И заряганы Были как раз В тех румах На которые Идет обвинение В Мошенничестве И как бы И тут Версия Мэтью Что типа Эти люди Игроки Этих аффилейтов Жульничали Она как бы Становится Более Более Интересной Что ли Чем Просто Обвинение В том Что Заблочили Админку Со всеми Зинками Да Ну вы понимаете Ну собственно И все То есть Сейчас уже Сентябрь У меня С мэтью Партнерка Примерно С мая Наверное И пока Пока Никаких проблем По выплатам В принципе Не было То есть Было такое Что Вывод шел Долго Но там была Очень Большая сумма И Это Заняло Наверное Где-то Порядка Трех Недель Но При этом Точно Такая же Сумма Если бы Выводилась Через Фулпот Я не знаю Сколько Это время Заняло Собственно Вот Так мы Подошли К вопросу Про репутацию То есть Я Мэтью говорил Я Ему Ну про его репутацию Он говорит Что типа Я готов Типа публично Даже там Все эти истории Рассказать Но Стоит ли В них Вникать Я не знаю Вот Но Опять же Опять же Вот Абсолютно Правильная Мысль От Большевика Я Никого Здесь не агитирую Играть на Фулпот Энгребет В итоге Играть или не играть Связываться С этим Афом Или нет Решать Вам Это Вот Прямо В точку Сто процентно Я Так же С вами Просто Делюсь Сама Сама сеть Вот эта Вот Фулпотовская Да Она в принципе Не вызывает доверия Она не вызывает доверия Не сейчас Не когда только Я начинал Играть Это все Может Может В один прекрасный момент Как-то застопориться Забуксовать Могут Начаться Какие-то Непонятные Задержки Могут Может Начаться Какой-то Лютый Беспредел Но Но Это Абсолютно Не значит Что Прямо Сейчас Там На Энгребете Нельзя Заработать Туда Можно Залететь Поиграть Прогрессив Сейчас Когда Он там Появился Экшена Стало Чуть-чуть Побольше Чем Было Когда Там Было Обычный Пайнэпл Плюс Это Азиатский Рун Это Неплохой Софт Это Ну Довольно Приятный Софт Ну И Собственно Все Наверное Если Кто-то Хочет Попробовать Энгребет Может Зарегаться Через Меня И Все Дела Естественно Депозиты Кэшаута Вы тоже Будете Делать Через Меня А не Через Кого-то Только Постарайтесь То есть Я Сразу Откажу Людям Которые Захотят Депнуть 10 Баксов Ну Сорян Тратить Свое Время На то Чтобы Депнуть 10 Баксов А потом Вывести 11 Я Не буду Без Обид Реферальный Код Нет Игоря Он Написан Слева Снизу Голубым Цветом Регистрация Плохая Сайт Angrybet.net Если Кому Интересен Курс Вы Его Можете Примерно Посмотреть На AngryRate.com Это Покупка Это Продажа Собственно По регистрации Это Все Что Еще Можно Добавить Кто Играл Какое-то Давно На Фулк Пот Может Попробовать Вернуться Но Опять же Я Никого Не Уговариваю Мне Мне От Этого Не Тепло Не Холодно Если Честно Не Будет Ну Наверное Что Касается Фуллпота Angrybet Это Все Если У вас Есть Какие-то Вопросы Задавайте Их В Блоге Либо В Личных Сообщениях На Джипси Тим Будьте Пожалуйста В конце Добавлю Будьте Пожалуйста Очень Аккуратны Есть Мошенники Которые Регистрируют Скайпы С Похожим На Мой Ник Есть Мошенники Которые Регаются На Твиче С Ником Похожим На Мой И Просят В долг Пожалуйста Не Ведитесь На Это Если Если Вы Хотите Совершить Со Какой-то Финансовый Какую-то Финансовую Сделку Сообщение На Джипси Тим Это Самое Самое Верное Там Вы Точно Не Промахнетесь Ну Пожалуй Я Буду Заканчивать Подписывайтесь На Мой Твич Канал Читайте Мой Блог На Джипси Тим Вступайте В группу ВКонтакте До новых Встреч И Пока-пока Субтитры